МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телестудия Карачаганак, в студии Майя Амирова. Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию следующий обзор новостей. Послание президента Республики Казахстан было рассмотрено в Аксайском техническом колледже. Пройди тест на ВИЧ. Касается даже тех, кого это не касается. Сто лучших учителей учреждения образования Бурлинского района. Теперь об этих событиях подробнее. Президент Казахстана Нарсултан Азарбаев 5 октября выступил с ежегодным посланием народу Казахстана. Основными темами послания стала помощь банкам решения жилищных проблем казахстанцев, проблемы образования и актуальный вопрос Министерства внутренних дел. О некоторых пунктах послания говорили преподаватели и студенты Аксайского технического колледжа. В Аксайском техническом колледже прошел семинар по разъяснению посланий президента Республики Казахстан. Преподаватели Аксайского технического колледжа обсудили со студентами некоторые разделы послания. В частности, это были вопросы, касающиеся качества образования, условий для получения высшего образования, обеспечению условий для работников образования, а также о медицинском обслуживании. Президент поручил повысить казахстанцам минимальную зарплату с 1 января 2019 года в полтора раза. Также минимальная заработная плата не должна быть привязана к прожиточному минимуму. То есть новый размер заработной платы станет катализатором роста оплаты труда в целом и в масштабах всей экономики. Это напрямую коснется 1 миллиона 300 тысяч человек, которые работают во всех отраслях, на предприятиях и различных форм собственности. Повышение захвата 275 тысяч работников бюджетной организации, зарплата вырастет в среднем на 35%. Также, что касается роста дохода населения, моя коллега уже сказала о том, что в 2010 году была принята программа Дорожная карта бизнеса 2020, и действие этой программы было продлино до 2025 года. И на ее реализацию было дополнительно выделено еще 30 миллиардов тенге. Также говорилось о том, что теперь те средства, которые собираются за счет оплаты населением за коммунальные услуги, будут прозрачны. Также разъяснялись аспекты об экономической политике. Президент сказал, что производители страны должны более ориентироваться на экспорт, расширить линейку товаров народного потребления и больше думать об экономике простых вещей. По вопросам образования президент поручил в 2019-2021 годах выделить дополнительно 50 миллиардов тенге на решение проблем образования. Президент также говорил о нехватке школ в регионах. Он призвал распределять ресурсы на их строительство разумно. В следующем году глава государства поручил разработать и принять закон о статусе педагога. Закон должен предусмотреть стимулы для учителей и работников дошкольных организаций. Закон, в частности, должен избавить педагогов от лишней работы, не свойственной их профессии. В высшем образовании, по словам Назарбаева, необходимо повысить качество и уделять больше внимания трудоустройству выпускников. Со своей стороны я полностью поддерживаю послание президента. И думаю, что мы, как преподаватели колледжа, приложим все усилия, чтобы это направление было исполнено. На сегодняшний день в колледже работают 40 преподавателей и мастеров производственного обучения. Обучение проходит на двух языках – государственном и русском. Образование здесь получает более 400 студентов. В районном доме культуры прошел семинар, где представители молодого поколения разъясняли ряд ситуаций, при которых повышается риск ВИЧ-инфицирования. Проводилась работа по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании и суицида. Узнай свой ВИЧ-статус, рекомендуют специалисты. Чтобы темпы развития наркомании не приобрели масштабы, угрожающие здоровью нации, представителями ответственных организаций проводятся различные тренинги, профилактические мероприятия. Так как неудовлетворительно организованный и недостаточно эффективный работ по профилактике и борьбе с наркоманией, ВИЧ-инфицированием может привести к увеличению количества заражаемых, привыкаемых к наркотикам. А соответственно, последствия могут быть разные, вплоть до суицида. Специалисты Республиканского общественного объединения, Центр поддержки инициативной молодежи в рамках социального проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции и наркомании среди населения молодежи», а также «Профилактика суицидов» провели семинар в Аксае. Также специалисты областного центра по профилактике и борьбе по СПИД Западно-Казахстанской области. Такие же встречи с молодежью были проведены в Зеленовском районе и планируется посетить соседний Чигирлауский район. Этот проект направлен на информирование населения, также молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции, так как регистрация ВИЧ-инфекции на сегодняшний день была и будет. Этот проект направлен на информирование населения, чтобы население знало о путях передачи, симптоматике и профилактике этого заболевания. То есть идет сейчас у нас глобальное информирование населения, чтобы в дальнейшем население было грамотным в отношении этого заболевания и более знало об этом заболевании, чтобы могли всегда провериться, пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию и знать свой ВИЧ-статус. Профилактические мероприятия проводятся также среди всех слоев населения, в бизо-структурах, воинских частях, среди учащихся и студентов. К сожалению, отмечают специалисты, регистрации производятся во всех районах области. Наибольшее число зарегистрированных случаев наблюдается в городе. Более 60 случаев отмечается в Зеленовском районе. Далее в списках Бурлинский район – 30 случаев, затем Чигирлауский – 23 случая. Поэтому мероприятия проводятся в эпидзначимых районах. Мира Султанова, Тимур Тулебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак». Мира Султанова, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак». В рамках проекта «Остазу из герстер Ельшесе» продолжаем выпуск видеоколлекции о 100 лучших педагогах Бурлинского района. Бикеева Галина Владимировна – учитель русского языка и литературы первой категории. Окончила Уральский педагогический институт имени Пушкина по специальности учитель русского языка и литературы. Общий стаж работы – 28 лет. Бикеева Галина Владимировна – высококвалифицированный педагог в совершенстве владеющей методикой преподавания. Уроки проводит на высоком уровне. Они отличаются научностью, содержательностью, высокой плотностью. На ее уроках наблюдается активность учащихся, что достигается применением большого дополнительного информационного материала. Формы проведения уроков разнообразны – конференции, семинары, коучинги, мониторинги, диспуты, дебаты. Владеет технологией развивающего проблемного и личностно ориентированного обучения. Для получения понимания прочитанного используют различные модули. Для выявления уровня осознания содержания пройденного систематически используют рефлексию. Для повышения мотивации обучаемых и эффективности процесса обучения на всех уроках внедряет различные модули с учетом возрастных особенностей детей. Работает творчески. Уроки проводит методически правильно, рационально, использует время на уроках. Каждый ее урок несет обучающий характер. Учитель учит ребят самостоятельно мыслить, анализировать, делать выводы, применять накопленные знания. Галина Владимировна проводит разнообразные виды уроков – уроки-конкурсы, уроки-исследования, уроки-путешествия, уроки-игры. Все уроки проходят динамично, достаточно насыщены. На ее уроках царит атмосфера любви, доброжелательности, заинтересованности. На свете есть друзья, если даже мы расстаемся, дружба все равно остается, дружба остается с нами навсегда. Если даже мы расстаемся, дружба все равно остается, дружба остается с нами навсегда. Спасибо. Галина Владимировна проводит формативное суммативное типы оценивания, критериальное оценивание. Предусмотрено на уроках закрепление применения групповой, парной, индивидуальной форм работы, дифференциации методов и приемов обучения детей с разными способностями. Это способствует развитию у учащихся креативного мышления, умению определять учащимися критерии оценки, учит самоконтролю и взаимоконтролю, развивает умение самостоятельно планировать свою деятельность, реализовать намеченный план и рефлексировать результаты работы. Галина Владимировна активно работает в распространении своего педагогического мастерства. В 2017 году выпустила учебно-методический комплекс для учащихся класса в районном масштабе. Бикеева Галина Владимировна отличается умением создания коллаборативной обстановки на уроках и на внеклассных мероприятиях, планомерно воспитывает общечеловеческие ценности и гуманизм, приучает детей самостоятельно творчески мыслить и делать правильные выводы, бережно относиться к окружающей среде. Своим трудолюбием, скромностью, исполнительностью завоевала авторитет среди учеников, коллег и родительской общественности. Это были все новости за сегодняшний день. Всего доброго!